Здорово! Я дворяю! Я предсказал, что я горю желанием заниматься, но тем не менее сделаем Тренировочку такую легенькую, дабы не выбиться из ритма И это будет очень хорошо Потому что замечено Если слишком большие перерывы То все твои достижения В тренировках, в занятиях Да, вообще в чем-либо В работе с программами, с видео Все это начинает уходить на нулевой уровень И получается, что все твои занятия до этого Начинают пропадать, исчезать А зачем нам это надо? Если заниматься, то... Заниматься, если не заниматься То... Голодь, дурака А вот без фанатизма Так, чтобы тренировка шла В радость Это уже большое искусство Это уже большое искусство Поддержание мотивации Со знаком плюс То есть есть такая мотивация Со знаком минус Вот надо, надо Не хочется А надо, надо Ты себя заставляешь Напрягаешь Там где-то тут внутри Возникает недовольство Но Вот это слово Надо, надо Надо Иначе Надо, иначе В результате внутри тебя Возникает Блок Блокировка Жизнь становится Не в радость Из-за такой мотивации И естественно У тебя уже Возникает какое-то Такое Отрицательное отношение К твоим занятиям Ко всему Что ты делаешь Не совсем другое дело Мотивация Со знаком плюс Хорошо Мотивация Со знаком плюс Когда тебе Просто вот Необходимо Позаниматься Для того, чтобы Почувствовать себя В своей тарелке То есть Это тебя как-то Уравновешивает Это ощущение Вот этого Мышечного напряжения Подъема веса Вне зависимости от того Какой он Большой Маленький Оно тебе приносит Вон туда Влитворение Чувство Такое Чувство жизни Что ты живешь Что ты движешься Вот это вот Мотивация Со знаком плюс Что через какое-то время Ты чувствуешь Что тебе вот Надо позаниматься Не обязательно там На следующий день Через день Но Тут как-то ты уже Интуитивно Все это делаешь Чувствуешь И занимаешься И вот это идет В радость И примерно вот это Должно быть Практически В любой Твоей деятельности Чтоб ты Не зарабатывал Как бы деньги Вот надо заработать Деньги Там кормить Семью Надо идти на работу Там Уже это как-то Внутри тебя коробит А что Вот Надо вот И вот этим делом Позаниматься Давненько Ты его не делал Чтоб Как бы ты находился Вот в этом Свообразном Потоке Не выпадал Из него Потоки Энергии Потоки Интереса Вот такая вот Мотивация Очень-очень Интересная И вот Раз-раз-раз Поделал Ага Чувствую Что больше Можешь сделать Пожалуйста Повесил Больше Вес Но опять-таки Без фанатизма Потому что Другие упражнения И времени Мало Надо как-то Минут за 40 Все сделать И пошел Хорошо Можно было еще больше Потянуть раз Но Этого вполне достаточно Дабы Не Перенапрягать Себя Все должно Быть Идти В охотку В радость Так Теперь Вот такое Упражнение Ну-ка Что-то У нас Ага Так Что Можно Сказать Вот Вот-вот-вот О камере Я сейчас Снимал На морозе Ну как мороз Минус 4 градуса До этого Снимал Ну там мороз Был 10 градусов И вот я заметил Все-таки Вот эти Вот эти Вот перепады Температур Они влияют На камеру То есть Какой-то Цвет Изменился Минус 4 градуса Минус 4 градуса Интересное вообще ощущение, вот сейчас я занимаюсь, ну перерывочек у меня был где-то дня три, наверное, два-три дня. Ну и до этого так отдохнул, была поездка, и вот, это вообще-то я давно заметил, накапливается интересный вид энергии, вот он называется психическая энергия. То есть психическая энергия, это та энергия, которая позволяет вам поддерживать волевое усилие. Ну, допустим, вот занимаюсь гантелями, ага, десять раз, и как бы сказать, вот, есть желание, нету желания, ну тяжело, а вот когда ее достаточно, то ты можешь сделать пятнадцать раз, можешь сделать двадцать раз. То есть у тебя идет, вот, он говорит, возможность, как бы сказать, в сознании преодоление вот этого вот чувства усталости, что ты прешь и прешь и прешь. Как только она исчерпалась, плохо там спит, нервничает там, какие-то заботы, вот это все расстраивает. Вот этот вид энергии, хотя можно хорошо питаться, вот, но это не значит, что ты восстанавливаешь вот именно эту энергию. Да, ты восстановишь там запасы гликогена в клетках, там, в печени, а вот это, чтобы напрягаться, вот этого ты не восстановишь. Это восстанавливается совершенно энергию средствами. Да. 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 Эта энергия восстанавливается сном, то есть пассивностью такой, когда уже сознание не работает. вообще отключено. Сознание является самым большим источником траты нашей вот этой вот самой такой тонкой психической энергии. Это возвышенная радость, то есть то, что ты, чем ты занимаешься, тебе приносит удовольствие и радость. Ты видишь результаты своего труда, ты прогрессируешь, тебе интересно. И вот этот вот именно запал, который у нас бывает в детстве и в юности, вот самое интересное, почему мы такие неутомимые. Потому что в детстве и юности нам все интересно, уже будем говорить в зрелом возрасте, тем более пожилом, редко кто может создать какой-то интерес к жизненному процессу. Это очень важно. Естественно, тогда нет энтузиазма, нет вот этой вот возможности, знаете, проявить себя. Потому что многие, кстати, творческие вещи там, кто-то что-то сочиняет, возможно, проявляются в таком, будем говорить, вот возрасте, когда человек из детства выходит во взрослое состояние. Вот ему интересен вот этот мир, этот взрослый мир, что там, как там, о-хо-хо-хо. И вот это он, как бы сказать, творит. А далее присыщается. Вот это вот присыщение, я бы не сказал, чем-то одним вообще жизненным процессом. Особенно если он какой-то однобокий. И губит творческую часть человека. Да и вообще жизнь опостыливает, когда надо каждый день идти на работу, которая тебе не нравится. Но вроде как она денежная и дает возможность там потом оторваться, потом оторваться. То есть я как-то не понимал раньше, вот там мои знакомые, они там трудятся, трудятся, что-то копят. Сейчас поехали там, допустим, на две недели в отпуск. И там уже царят деньгами, вот они, как бы сказать, хотят за две недели получить то, что они недополучили в течение всего года. Вот ну отдохнем, пошикуем, почувствуем себя людьми там, удовлетворим свои чувственные запросы. А вот все это, все это надо как-то не удовлетворять в Новый год. О, праздник, значит что праздник? Объедение, какие-то там такие сомнительные наслаждения. Вот это праздник, вот это мы отдохнули, вот это это. Потом то мы сердце бухает, то зажирели, то еще какие-то осложнения от такого отдыха, праздника, от наслаждения. А вот другое дело, когда каждый день как праздник, это уже искусство жизни. Итак, вздрогнем! Ха-ха! О, хорошо! Напрягаешься и получаешь радость от напряжения. Нормальное напряжение, не с этим весом. И не с этим весом, а вот это то, что надо. И я считаю очень важным, это не с кем-то соревноваться, а соревноваться с самим собой. Дабы показать себе, что ты стал лучше. Вот это основное. Рост других, конечно, хорошо. На некоторых, конечно, следует равняться, брать пример. Но расти-то ты должен сам. Жизнь-то дана тебе, тебе дана. И она дана тебе, для тебя, чтоб ты в этой жизни как-то изменился. Что касается других людей, то это, как бы сказать, относиться к ним надо с должным уважением. И в то же время, общение с ним это своеобразная школа, своеобразный урок для твоего личностного роста. Потому что, если не будет окружающих людей, как ты будешь расти? Только в общении с ними ты понимаешь, насколько ты, не хочу сказать чего-то достоин, кто ты есть на самом деле. Как ты к этому относишься? И когда вот это все начинаешь мозговать-мозговать, начинаешь понимать, что все это окружение создано для тебя. Чтобы ты в общении с этим миром окружающим, с этими людьми, с этими близкими. Они не враги в тебе ни в коем случае. Чтобы ты с ними обтисал сам себя и стал лучше. И поехали! Чувствуешь, как руки давят сюда. Бивнерезы налились кровью. Отличное состояние. Отличное состояние. Мышечная радость. Испытывать вот это вот, что ты какой-то, понимаете, движешься. Раз ты движешься, значит ты живешь. Мыслишь, живешь, движешься, живешь. Это очень интересная вещь. Жизнь. Штука такая. Штука такая. Жизнь. Вещь очень интересная. И если ее понимаешь, саму суть жизни. Именно живешь для того, чтобы жить. А не что-то, ради чего-то ты там делаешь. Вот как некоторые, это ради там детей. Ради еще чего-то. Кого-то. Да. Никак я баланс белого не выставлю. Авто. Помещение. Ну, слишком это. Улица. Слишком это. Слишком это. Одно нажатие. Ну, помещение должно быть. Баланс белого. Точная экспозиция. Сюда нажмем. Ну, вот так вот немножко. Техника требует своего отношения. Вот, когда ты живешь ощущениями жизненного процесса, как ты проявляешься в нем? Не то, что ты что-то получил, что-то заработал, а как ты проявился. В данном случае, многое сборится к банальному физическому напряжению. А как ты напрягся? Ах! Скайф это тебе или нет? Ах! 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 В радость это тебе или нет? Вот. Ключевое слово это, что ты испытываешь от того или иного процесса жизненного. Радость и удовлетворение. Либо ты этого не испытываешь. И все этим сказано. И отсюда, уж если так говорить, от неудовлетворенности жизненным процессам, отсутствие радости в нем, отсутствие положительных впечатлений, начинают развиваться с уровня вот этого сознания. Семена, болезни, которые потихонечку прорастают в конкретные болезни физического тела. Ну-ка вздохнем еще разок. Ах! 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 Прекрасное ощущение, когда ты чувствуешь руки как поршни. И чем больше ты делаешь, тем больше тебе хочется их выдавить. Поэтому, если сразу же увеличим вес с 40 кг до 60 кг. Вот что значит свежесть и накопление потенциала психической энергии. Вот это секрет в спорте хорошего выступления. Да, ты тренируешься, 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 все пашешь, пашешь. Сдвигаешь себя, увеличиваешь свои возможности, расходишь естественно все виды твоей энергии. А при соревнованиях надо отдохнуть где-то недельку, а лучше две, вплоть до того, что даже возможно три, чтобы почувствовать такую необыкновенную свежесть, желание, понимаете, желание проявить себя в выбранном виде спорта. Чтобы ты так сказать, горел, хочу, 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 хочу. И вот тогда ты выходишь, потому что это тяжелая атлетика, на помост там или еще куда-то. И тогда начинаешь выдавать. Это уже искусство подводки к соревнованиям НУС 60 кГц. Домкратики. Видите, как выдавил только. Хо-хо-хо. Поставим 70 кг. Руки домкраты становятся. И только говорят, давай, давай, давай. Ну вот. 70 кГц. Вес, конечно, небольшой. Для некоторых вообще детский. Но, опять-таки, все поздно является в сравнении с самим собой. Как ты это поднимаешь? Для одного-то детский вес. Для другого-то предельный вес. А вот как ты его зажмешь, увеличишь, не увеличишь результат. Опять-таки, все сводится к тому, на что ты сам способен. Отдохнем немножечко. И задавим этот вес. Задавим его. Приятно чувствовать, когда мышцы наливаются, когда по ним струится кровь. Они становятся теплыми. Они увеличатся в объеме. Это тоже очень интересное, приятное такое чувство. Почему многие ради этого занимаются? Чтобы ощутить вот эту особенность, которую нет в обыденной жизни. Ее дает только физическая тренировка, физическая нагрузка. Итак, 70. Если бы у меня особо ничего не побаливало из суставов, я бы, конечно, жал бы побольше. Сейчас вроде ничего. Ну, итак. Что я делаю? Я сейчас вдыхаю. И представляю, что я беру энергию с космического пространства. Вдохну, направляю ее в руки на выдохе. То есть накачиваю. Вот я накачал. И сейчас погоним. Вдохну. 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 вспоминайте золотое правило без фанатизма фанатизм нам не нужен без фанатизма так что мы сейчас делаем 40 и 12 это 52 кГц далее чтобы все это не упало не подобрем вот так вот и вздрогнем так что тут у нас примерно мы себя видим все тоже самое только тянем шток а а а а сколько там времени, лимит времени, ну еще один подходик я сделал, успеваю, то есть есть упражнения, в которых так и хочется добавлять вес и тянуть, 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 а есть, конечно, такие, в которых подобного не ощущается. Робачки! Хорошо, хорошо, как раз растягивается грудной отдел позвоночника, так, и живот, 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 то есть выполняю упражнение на живот, я растяну, и поясничный отдел позвоночного столба, за счет чего улучшается настроение во время занятий с тяжестью, а за счет того, что ты во время напряжения из пространства вытягиваешь больше энергии, чем тебе надо, тебе же надо напрячься, тебе надо проявить волевые усилия, и в результате ты выкачиваешь с помощью этого в свой организм повышенное количество жизненной энергии из пространства. О, hip! О! О! О, шест! Какой? Здtober он Control. О, шест. Ч Ble! Во время упражнения был такой небольшой щелчок в районе поясницы, то есть произошла разблокировка, то есть упражнение растягивает. Тренируя одновременно мышцы пресса, мы с помощью этого упражнения дополнительно растягиваем там, где у нас имеется компрессионная нагрузка, а именно в пояснице без фанатизма. Хорошо, хорошо. Далее, мы проработаем ноги разгибателей, это будет отлично. Так как времени мало, делаем сразу же. То есть ухаживаем за коленочками. Весь небольшой, делаем раз по 30, для того, чтобы суставы прокачать кровью. Я все вам говорю, что именно кровь, насыщенная правильными питательными веществами, несет исцеление данной области. То есть, чтобы суставы или еще что-то у нас выздоровела, надо туда подать кровь. И ничего иное, именно кровь с питательными веществами, чтобы она вымыла там шлаки. И, как по воде в речке, очищает ее русло. Промчалась река чистая. Нет, деревья навалились, все навалилось. Захламела река, превратилась в болото. И поехали. Захриная начальник. Захриная акция. Во время движения в суставе, а в данном случае сустав кости не трутся друг от друга, увеличится количество смазочного материала, то есть нет движения в суставе, в любом суставе, значит там естественно жидкость, которая смазывает его внутрисуставная жидкость, находится на минимуме, чем больше работает сустав, ну такая нагрузка, чтобы она была достаточно умеренная, не слишком уж, тем больше внутрисуставной жидкости там имеется. И тем быстрее работает этот механизм. Проснулись, вот почему скованность, проснулись, особенно в пожилом возрасте, да, внутрисуставной жидкости нету, не иди. Ага, начинаем ходить, расхаживаемся, то есть, ого, появилась гибкость, появилась легкость в суставах, во время движений начала выделяться внутрисуставная жидкость и все, организм вошел в норму. В молодом возрасте это делается мгновенно, в пожилом, а тем более в старом, на это требуется время. Итак, вздрогнули, заключительный подход. Ну вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично! Три по тридцать, то, что надо. По цветам софитом. Вот, что-то там такое. Потом посмотрим, что мы там представляем из себя. Ха-ха-ха-ха-ха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА